Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, Вечный зов родной земли. Лауреатам премии губернатора «Наша Подмосковья» вручили дипломы. В этом году победителями из Мытищинского района стали 57 человек. Торжественная церемония награждения состоялась в администрации района. Среди победителей сотрудники телеканала «Первый Мытищинский». Иван Чуйков – правнук маршала Василия Ивановича Чуйкова. Но не только родством с советским военачальником может гордиться этот юный Мытищинец. Он, пожалуй, самый молодой лауреат губернаторской премии «Наша Подмосковья». Мой проект – это «Парк героев». Я живу и прописан в поселке воинской славы. После Второй мировой войны у нас более 120 офицеров жило в поселке и более 4 маршалов даже. Именно поэтому я очень горжусь этим. В 2015-м победителями конкурса социально значимых проектов «Наша Подмосковья» стали 57 мытищинцев. Они, обладатели Второй и Третьей премии, накануне принимали поздравления в конференц-зале администрации Мытищинского района. Я благодарю вас за эту активность, за эту неравнодушие, за неравнодушие нашему мытищинскому району. И в преддверии большого праздника Нового года вручить грамоты и дипломы, которые подтверждают то, что вы действительно активные граждане мытищинского района. На самом деле активных граждан в нашем районе гораздо больше. В этом году около 500 мытищинцев боролись за звание лауреата губернаторской премии «Наша Подмосковья». Очень приятно, что не только на уровне района у нас ценят, но и на уровне области отмечают. Это, конечно, всегда приятно. Для многих награда была нежданной. Ведь когда они начинали проект, о дивидендах не думали. Например, 82-летний Альберт Михайлович, подбивая друзей и подруг заниматься скандинавской ходьбой, скорее планировал поправить здоровье. А оказалось, сумел вдохновить везеранов на активное долголетие. Более 20 человек занимались в парке в нашем. Руководитель приезжал, он с ним занимался. Они все были очень довольны, занимаются до сего времени. Многие уже сейчас настолько привыкли, что даже ходят по городу с этими палками. Очень удобно. Сотрудники телеканала «Первое» мытищинские также в числе победителей. Победу им принесли документальный фильм «Девочки войны», заявленный в номинации «Спасибо деду за победу», и программа «Свободный микрофон», заявленная в номинации «Гражданский диалог». Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Олег Викторович, вице-президент Федерации Роскоповного искусства, президент военно-спортивого клуба Александра Невского, полковник запаса, ветеран боевых действий. Представляю номинацию «Лучи заняться» России от темы «Москровные». Наш проект показывает всю работу, которую мы совершали с 1995 года. Очень позитивно, что руководство Московской области заметило наши скромные старания в деле патриотического воспитания молодежи, развития русского клубового искусства, и отметило нашу работу вот этой премией. Очень позитивно. На самом деле, в последнее время высвечиваются вот такие вот глобальные вещи, о которых мы еще на самом деле не осознаем. Мне так привело в свое время, жизнь привела о том, что можно организовать в Кубе именно Александра Невского, цепь истечения обстоятельств каких-то. Сейчас у нас, оказывается, проявляется какая информация о том, что, допустим, первое и глобальное, ну, наверное, кто из вас тоже все представляли, видели, победа на Олимпиаде, 33 медали. То есть явный знак Божий о том, что 33 золотых медалей имеют в виду, явный знак Божий о том, что Господь с нами. То же самое, когда организовал Куб имени Александра Невского, высветилось соединением духовного и физического, битья и плана. В каком плане? Потому что, оказывается, контрнаступление советских войск под Москвой началось в декабре, именно годовщину очередного участвования Александра Невского. Мы очень дальше идем по цепи Великой Отечественной войны. Все битвы, они были как-то, так или иначе, приурочены тоже великим вот этим датам. И самое, что ни на есть интересное, победа наша в 1945 году, в этом году мы празднуем 70-летие этой Великой Победы, капитуляция в фашистской Германии, заявила фашистская Германия о капитуляции 6 мая 1945 года. Это не что и мы, как день чествования святого Георгия Победа. Великие вещи происходят, поэтому мы стараемся вот это все отслеживать, развивать и притворять жизнь, доносить до наших детей, до нашего подрастающего поколения. И слава Богу, за все это уже в России. Мне что-нибудь о нашем проекте? С 92-го года я поднимала вас, все, что вас детей... Мы только секция, мы развиваем русское боевое искусство по всей стране, в том числе и в Москве, и в Московской области. Это русское боевое искусство, это отдельное направление в мире боевое искусство, это часть культуры нашего народа, которая, собственно говоря, была где-то затеряна, потеряна. Мы сейчас это все возрождаем на основе вот этих культурных традиций, соединяем не просто там какое-то, может быть, искусство, а все это с какой-то с культурной традицией, с историей, с вот этим как раз мировоззренческим планом, которого когда-то у нас оторвали. На самом деле это как бы не моя роль, да, это все вот так вот оно высвечивается и идет, и очень красиво получается на самом деле. А скажите, а это в Матищих тоже, да? И в Матищих я работаю, и в Королеве работаю, то есть и на дружбе, и здесь в Матищих, и в Матищих, и в Администрации Королев тоже представительский был склад, то есть это был блок вопросов, который я решаю, закрываю. А можно это благодарить? Матищих занимается, растет, трудится, вырастает, говорят спасибо, идут защищать Родину, служат в вооруженных силах, в различных спецподразделениях, просто так говорят, просто о жизни догождается, то, что окрепли, духовно, физически, и стали на правильную кучу. А можете мне прямо сейчас, я что-то напишу, телефон свой назвать, напомню. 8-916-585-263. Спасибо. Секундочку, постойте, пожалуйста. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.